В пятую волну коронавируса дети стали болеть больше и тяжелее. Об этом свидетельствует и статистика. Количество госпитализации увеличилось. Как омикрон влияет на детей, как он проявляется, чем опасен и почему, собственно, омикрон выбрал младенцев. Об этом в ближайшие полчаса. Меня Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, целый доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии СМГМУ Елена Балашова. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. На всякий случай напоминаю вам номер телефона, по которому можно позвонить, задать вопросы. Надеюсь, что этот номер вы уже хорошо знаете. Сегодня, к моему, например, сожалению, уже которую программу подряд мы говорим про коронавирус, хочется уже к другим темам перейти. Надеюсь, что в ближайшее время это случится. Сегодня все-таки опять про коронавирус, но про детский. Елена Анатольевна, есть информация, что наиболее уязвимая группа в данный период, в данной волне, это дети до одного года. Число госпитализации увеличилось, и болеть стали больше, и тяжелее стали болеть. По крайней мере, так или иначе, слышим мы даже и про летальные исходы. Действительно это так? Я бы сказала, что все-таки основной группой являются не дети до года, а просто дети, потому что дети до года это особая категория, у них все-таки меньше контактов обычно. И кроме того, у детей до года, особенно которые находятся на естественном вскармливании, еще работает защита, которую передает мама. То есть часть антител передается от мамы ребенку во время беременности через плаценту, и еще значительное количество поступает с грудным молоком. Поэтому грудное вскармливание, это будет один из факторов защиты детей первого года жизни. А вот дети уже после года, с двух до пяти лет, это, наверное, самая уязвимая группа для омикрона. И действительно мы видим, что в эту волну вот эта генерация коронавируса действительно поражает чаще детей. Мы в начале пандемии как-то радовались, что заболеванию не подвержены дети. Сегодня это не так, и поэтому, конечно, у всех возникает вопрос, почему, что происходит. Я вот прочитала утверждение академика Покровского. Он говорит, что дети более подвержены заболеванию из-за генетических характеристик штамма, что набор антигенов пробивает иммунную защиту детей. Наверняка вы, как человек науки, ну, как-то уже изучали этот вопрос, почему все-таки вот сейчас дети стали болеть больше. На сегодняшний день ответа четкого и вот точной причины, почему страдают дети, нет. Но существует несколько теорий. Первое связано действительно с тем, что вирус уходит от интерферонов детей, то есть от защитной системы. Но, скорее всего, еще работает тот фактор, что большинство взрослых либо переболели, либо привиты. И пускай даже, если человек переболел дельта-штаммом или был привит, у него не стопроцентная защита от омикрона. Мы это, к сожалению, тоже знаем, что стопроцентной защиты у взрослых нет. Но, тем не менее, пускай даже 50-70% защиты снижает число заболевших взрослых. А у детей, которые не болели в первую-вторую волну, потому что у них очень мало рецепторов, которым мог фиксироваться вирус, сейчас подвержены большему риску заболеть. Если вы опоздали к началу программы, я сообщаю, что сегодня в нашей студии Елена Балашова, доцент кафедры госпитальной педиатрии СНГМУ, доктор медицинских наук, мы говорим сегодня о том, как проходит заболевание омикроном у детей. Ну, так вот, как оно проходит, да? Какие проявления заболевания мы видим на сегодняшний день? Все-таки абсолютное большинство детей болеет не очень тяжело. И на первом месте в качестве проявления это проявление банальной ОРВИ, поражение верхних дыхательных путей. К счастью, омикрон меньше поражает нижние дыхательные пути, поэтому бывает меньше пневмоний. Тем не менее, это не исключает развитие пневмонии. Но, тем не менее, чаще всего это банальные сопли, боль в горле, которая бывает очень сильной, и у части детей признаки достаточно выраженной интоксикации. Высокая температура, вялость. И сейчас появились сообщения о том, что у части детей бывает проявление крупы, то есть ларинготрахеида. Когда у ребенка появляется лающий кашель, охриплость голоса, вот это основные проявления. И некоторые родители жалуются на то, что появляется сыпь у детей. Это тоже считать проявлением? Да, может быть сыпь, и у части детей может быть жидкий стул. Это действительно вот новые проявления омикрона, но практически не стало, особенно у детей, проблемы с отсутствием обоняния. Или дети не очень хорошо понимают и могут выразить свои ощущения, особенно маленькие. Или действительно вот эти симптомы пропали. Но вот у части детей могут быть извращение вкуса, они могут отказываться от привычной или любимой еды. Такой симптом тоже может быть. Несмотря на это, например, ребенок заболел, его полечили, прошло 5-6 дней, вроде бы время успокоится. Есть ли риски развития пневмонии где-то к 6-7 дню? Ну, к сожалению, все равно говорить о том, что коронавирус стал банальной инфекцией, которая закончится обычным насморком в течение 3-5 дней нельзя. Действительно, есть очень небольшой процент, но тяжелых случаев. Сейчас в мире и в России он не превышает 1%, но, тем не менее, тяжелые случаи, в том числе пневмонии, бывают. У нас в регионе тоже ни для кого не секрет, появились целые ковидные отделения для детей. И речь даже шла о том, что, возможно, придется увеличить количество коек. То есть, получается, что все-таки тяжелых ситуаций немало? Ну, во-первых, это связано и с настороженностью родителей, и с тревожностью родителей. Большинство детей, которые поступают на стационарное лечение, все равно не настолько тяжелые. И нельзя сказать, что вот с приходом омикрона, например, дети стали болеть тяжелее. Нет, все равно число тяжелых случаев остается примерно на уровне 1%. Просто за счет того, что омикрон настолько заразен, и у нас настолько увеличилось общее число заболевших, если, ну, просто посчитаем, болело 100 детей 1% или заболело 1000 детей 1%, просто вот таких детей стало больше в абсолютных числах. Как проявляется тревожность родителей? Что вы бы отметили в настоящее время по этой проблеме? Несмотря на то, что сейчас масса информации по поводу коронавируса, омикрона, вот, может быть, это огромное количество разных источников, наоборот. Как раз всех и запутывает. Поэтому я прекрасно понимаю тревожность родителей, когда особенно уже тяжело переболели, например, в семье старшие родственники или, не дай бог, закончилось летальным исходом. Поэтому, конечно, на болезни ребенка, и особенно зная, что в эту волну чаще болеют дети, родители тревожатся. И их в этом, естественно, обвинять нельзя. И, кроме того, если мы знали, что в дельта-волну это симптомы, связанные, например, с отсутствием обоняния, болел ребенок, не чувствуют запахи, и понятно, что это коронавирус. Если мы говорим про омикрон, то признаки банальной ОРВИ отличить как-то от омикрона практически невозможно, если не был сделан анализ. Поэтому родители действительно волнуются. Ну да, и раньше, если у ребенка было легкое ОРВИ, родители ведь не всегда вызывали врача. Сейчас по-другому, да? Конечно, и не всегда обращались к врачу, по крайней мере, к участковому педиатру. Фактически обращение нужно было, если маме больничный нужен, если ребенку нужна справка в школу или в детский сад. Если все протекало как обычно, банальная ОРВИ, которая проходит за неделю, и нужно ребенку просто создать условия для естественного выздоровления. Сейчас, конечно, любые проявления ОРВИ идет обращение к врачу. А у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот какой вопрос. У меня сестра не так давно родила ребенка, считайте, маленький, 5 месяцев. И случилась такая история, что где-то она подцепила, подхватила коронавирус, дал положительный результат, но врач почему-то не запретила кормить ребенка грудью, велела продолжать грудное скармливание. Мы, честно говоря, сомневаемся, разве с грудным молоком не может ребенку передастся, не может мама через молоко его зародить? Спасибо за вопрос. Я тоже, кстати, намеревалась его задать. Нет, врач на самом деле абсолютно прав. Необходимо соблюдать предосторожность, носить маску или респиратор маме во время контакта с ребенком. А вот как раз с молоком будут поступать антитела защитные. Поэтому нет заболевания коронавирусом в не тяжелой, особенно форме, не является противопоказанием для отмены грудного вскармливания. Наоборот, это защитный фактор. Здесь достаточно близкий контакт, все равно трудно уберечь ребенка. Может быть, воспользоваться сцеживанием или... Конечно, уберечь сложно, но, во-первых, все равно невозможно разделить маму с ребенком в одной квартире. Контакт все равно будет достаточно плотным, если, конечно, мама не откажется и не переедет куда-то в другое место, что я считаю нецелесообразным. И поэтому отказываться от дополнительных преимуществ грудного вскармливания в такой ситуации странно. Телефон 202-11-22. Это номер, который существует для того, чтобы вы могли позвонить нам, задать свои вопросы. Сегодня в студии Елена Балашова, доцент кафедры госпитальной педиатрии и сам ГМУ. Отличается ли схема лечения COVID-инфекции у детей и взрослых? Я имею в виду, вот если ребенок заболел, то нужно же что-то делать, нужно же как-то его, наверное, и лечить. Понятно, что нагрузка на сегодняшний день на врачей очень высокая, и доктор вряд ли придет быстро. Такая ситуация, большинство, конечно, это понимает. Как лечить? Во-первых, в педиатрии все-таки ситуация немного другая. Все равно доктор придет, и, скорее всего, он придет в течение суток от вызова. Как бы ни было тяжело, детей все равно никто не бросает. И нужно разобраться, если COVID, омикрон, протекает как банальное ОРВИ, значит, мы лечим, во-первых, порадуемся, успокоимся, что у ребенка просто банальное ОРВИ. И вам, как родителям, должно быть все равно, COVID это или не COVID. Если все протекает как обычно, то лечим мы как банальное ОРВИ. Создать ребенку спокойные условия, нормализовать режим дня, давать больше теплого питья. Если температура повышается, то снижать температуру. Если появилась боль в горле, то это полоскание, спреи, рассасывание постилок. Промывать нос солевым раствором, использовать местные деконгистанты, сосудосуживающие препараты коротким курсом. И на этом, в общем-то, все. Из каких-то дополнительных методов, ну, единственное, можно посоветовать дотацию витамина D. Потому что уже доказано, что дефицит витамина D способствует развитию инфекции, способствует тяжелому течению инфекции. А у нас у детей, к сожалению, дефицит витамина D очень распространен. Поэтому вот не забывать, что, в общем-то, все дети от рождения до 18 лет, и после 18 лет все взрослые должны получать витамин D. Если вдруг заболевание течет как-то странно, температура держится больше 3-4 дней, если ребенок избыточно сонлив, или вы видите избыточную интоксикацию, он очень капризный, уже же видели, как обычно протекает у ребенка, если что-то идет не так, то в этом случае я очень советую не заниматься самолечением, не пытаться назначить какие-то препараты дополнительные, никакие антибиотики, никакие другие препараты, и просто вызвать врача, чтобы врач оценил ситуацию и посмотрел, может быть, вообще нужна госпитализация, может быть, еще какие-то методы диагностики необходимо применить до того, как назначать какие-то препараты. Но я знаю, что вот тревожность родителей выражается еще и в том, что антибиотики начинают давать ребенку. Сейчас уже абсолютно точно доказано, что профилактическое, ну, фактически, назначение антибиотиков при вирусной инфекции не снижает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, а только его повышает. К сожалению, с точки зрения профилактики, антибиотики вообще не работают. И действительно, отличить вирусную инфекцию от бактериальной, это достаточно нетривиальная задача, потому что протекают они очень похоже. Поэтому, если есть повод для беспокойства, советую обратиться к врачу. Сейчас в поликлиниках выделены специальные зоны, где принимают людей с какими-то проявлениями вирусной инфекции. И тем не менее, вот в условиях пандемии стоит ли лишний раз выходить из дома, разносить вирус, быть источником заражения, может быть, еще для кого-то из окружающих, или пересидеть? Если есть возможность, то, наверное, стоит ограничить социальные контакты по возможности, лишний раз ребенка никуда не водить, ну и это действительно не очень удобно. Зимой маленького ребенка, не очень здорового, одеть, он весь обычно вспотел, его пока довели до поликлиники по не очень чищенной дороге. Придется отстоять какую-то очередь. Поэтому, если есть возможность, и все протекает более-менее обычно, то стоит сократить контакты и попытаться полечить ребенка дома. Тяжелые формы болезни и тяжелые осложнения развиваются, наверное, все равно в основном у детей, имеющих какую-то группу риска, да? Какую? Сейчас мы знаем, что, конечно, дети точно так же, как и взрослые, с какими-то сопутствующими заболеваниями обычно переносят коронавирусную инфекцию тяжелее. Это обычно заболевания сердечно-сосудистой системы, у детей они бывают точно так же, как у взрослых. Это сахарный диабет, ну, просто у детей обычно это первый тип, а не второй тип. Это онкологические заболевания, системные заболевания, то есть все достаточно серьезные хронические заболевания. Но, тем не менее, отсутствие заболевания не исключает вероятность тяжелой формы. То есть у абсолютно здорового ребенка тоже, к сожалению, может быть тяжелая форма заболевания. Я не знаю, как у детей, но вот у взрослых точно этот пандемийный период показал, что лишний вес – это отягчающий фактор, который в том числе и может играть свою негативную роль в развитии заболевания. Что касается детей, сегодня существует такая проблема, потому что лишний вес у детей – это тоже, в общем, реалии сегодняшнего дня. К сожалению, да, у нас около 10% детей точно имеют лишний вес и ожирение, поэтому, да, это большая проблема. Пока что очень больших исследований и связей ожирения и тяжести ковид нет, просто потому что дети еще не так много болели. Но есть небольшое количество зарубежных исследований, и они говорят о том, что если развиваются тяжелые формы, наиболее часто именно у детей с ожирением. В инфекционной больнице, я думаю, приходится лечить сейчас у детей не только непосредственно сам коронавирус, но и заболевания, которые обостряются в связи с внедрением вируса в организм. Что может обостряться наиболее, скажем так, опасно, что ли, для ребенка? Какие заболевания провоцируются внедрением коронавируса? В целом любое хроническое заболевание, скорее всего, будет протекать тяжелее на фоне любой вирусной инфекции, не только коронавируса, потому что это дополнительная нагрузка на организм. Но очевидно будет обострение всех хронических заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. Вероятно, будут страдать дети с бронхиальной астмой, с аллергическими заболеваниями, потому что у них и так дыхательная система имеет особенности, и присоединение вируса, не только коронавируса, любой респираторной инфекции будет усложнять течение основного заболевания. Но я уже постепенно перехожу к последствиям, которые коронавирус может спровоцировать у детей. И вот где-то прочитала, что у детей, у некоторых впервые обнаруживается повышенный сахар в крови именно в связи с этим заболеванием. Да, к сожалению, есть такие данные, что коронавирус может провоцировать дебют сахарного диабета первого типа. Есть исследования в Лондоне, что у них на фоне коронавирусной инфекции на 80% увеличилось число детей с сахарным диабетом. И, в общем-то, мы знаем, что сахарный диабет может провоцироваться различными инфекциями. Это описанная особенность. И, с другой стороны, мы знаем, что, например, при лечении тяжелых форм ковида используются глюкортикостероиды, то есть гормональные препараты, которые, в свою очередь, влияют на обмен сахара. Это тоже может быть провокатором. То есть вот эти изменения глюкозы, повышенный сахар, это может быть как какими-то временными, транзиторными изменениями на фоне тяжелого состояния, стресса и лечения. Ну и, может быть, к сожалению, дебют заболевания. Я еще раз напомню номер телефона для звонков. 202-11-22. У нас есть еще немножко времени. Ну а мы сейчас узнаем, какие события произошли в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Больше всего заболевших среди работников здравоохранения, образования, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства. В Самарской области продлили ограничения для подростков. Речь идет о запрете посещения музеев, театров, концертных и выставочных залов, цирка, зоопарка и других объектов развлечений и досуга. Ограничения будут действовать в течение двух недель. Вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 миллиона 684 тысяч жителей Самарской области. Ревакцинировались около 340 тысяч человек. Также первый компонент вакцины сделали 564 подростка. В кардиодиспансере увеличили число эхокардиографических исследований. Это удалось сделать благодаря поступлению нового оборудования экспертного класса. Специалисты выполняют дополнительные исследования сердца и сосудов, в том числе четырехмерную 4D-реконструкцию. В перинатальном центре на свет появилась вторая в этом году тройня. Две девочки и мальчик родились в семье жителей Самары. Все дети и мама благополучно выписаны домой и чувствуют себя хорошо. Мы возвращаемся в студию, продолжаем говорить о том, почему омикрон выбирает младенцев. Но вот вы выяснили, что не только младенцев. И мы сейчас с вами прервались на том, что говорили о тяжелых побочных явлениях, которые может спровоцировать омикрон. Вот мультисистемный воспалительный синдром в последнее время, буквально вы только заговорили об этом, что появляется и он. Во-первых, что это такое мультивоспалительный синдром? Значит, первое сообщение о мультисистемном воспалительном синдроме были еще, на самом деле, год назад, именно у детей. Это не заболевание само по себе, это синдром на фоне коронавирусной инфекции, когда по какой-то причине, пока нам не очень понятно, вероятно, связано с генетическими особенностями, идет гиперответ иммунной системы. То есть, когда в организм человека попадает инфекция, он всегда отвечает воспалением, это защитный механизм. Но вот почему-то у некоторых людей этот ответ становится патологическим, он развивается настолько сильным, что начинает повреждать собственные органы и ткани. Но это какой-то аналог цитокинового шторма? Можно сказать, да. Обычно развивается через 2-6 недель после заражения омикроном. К счастью, это очень редкое состояние. По последним данным, 1 на 3, 1 на 4 тысячи заболевших. То есть, к счастью, это достаточно редко, но, тем не менее, это опасное осложнение. Сейчас говорят о том, что большинство детей будет вылечено от этого синдрома в течение 6 месяцев. То есть, все проходит. Но, тем не менее, могут оставаться и длительные последствия. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Ребенок у меня переболел коронавирусом. Дадут ли ему QR-код? Да, спасибо. Я так думаю... Мы растерялись немножко. Вопрос, в общем-то, больше к организаторам здравоохранения. Я, к сожалению, к бюрократической части отношения имею мало. Поэтому, наверное, стоит оставить контакт. Мы этот вопрос уточним. Ну, может быть, стоит поискать ответ на этот вопрос, наверное, где-то... Или на сайте Минздрава. Да, может быть, в госуслугах даже что-то есть. Спасибо в любом случае за то, что позвонили нам. И кроме вот мультисистемного воспалительного синдрома, еще заговорили сейчас о бронхиолите. Тоже, что это такое и как проявляется? Бронхиолит – это как раз заболевание нижних отделов дыхательных путей. Мы о нем хорошо знаем, когда говорим про недоношенных детей. У них ринсенциальные вирусные инфекции часто вызывают бронхиолит, поэтому их даже прививают от этой инфекции. И связано с нарушением клеток мелких бронхов, которые сливаются в один, как бы, пласт и нарушается газообмен. При коронавирусной инфекции это достаточно редкое осложнение, но оно действительно, скорее всего, потребует госпитализации. И признаками, на которые стоит обращать внимание, если мы говорим о бронхиолите, это увеличенная частота дыхательных движений у ребенка, раздувание крыльев носа, посинение оттенок, никто не говорит, что там синий становится, вокруг рта. Очень высокая температура, боль в груди и неприятные ощущения при дыхании. Елена Анатольевна, я думаю, мы уже много сказали такого, что дает основание понимать, что омикрон, ну, это не вовсе легкое течение, не легкая болезнь, и что опасаться его все-таки нужно. И поэтому, конечно же, у каждого родителя вопрос, как защититься. Если мы сегодня говорим про маленьких детей, то защиты в виде вакцинации у них нет, пока нет. И при этом же 94% детей до года точно заражаются в семье. Что делать в этой ситуации, как защитить детей? Ну, во-первых, это общие рекомендации, которые, я думаю, все слышали не один раз, но, к сожалению, я не могу про них не сказать, потому что в комплексе они все равно работают. Да, каждая из мер защиты вносит свой небольшой вклад, но если применять их все, то можно надеяться на результат. Это меры социального дистанцирования, не водить детей в торговые центры, им там делать абсолютно нечего. Я не говорю, что нужно полностью избегать социальных контактов, это тоже неправильно, ребенок не должен быть в изоляции. Но если есть какие-то контакты, которых стоит, можно избежать, без последствий, это нужно сделать. Естественно, не контактировать с больными людьми, потому что плотный длительный контакт, как бы вы ни защищались, риск заражения увеличивается. И здесь все должны подумать о своем ближнем и не ходить больными в гости, не скрывать это, потому что такое, к сожалению, бывает. И, конечно, основной способ защитить маленьких детей – это вакцинация взрослых родственников. То есть таким образом увеличивается собственная защита и защита ребенка? Если мы говорим о том, что идет заражение в семье, то, конечно, основной источник – это взрослые родственники. Поэтому, защитив себя, вы защищаете ребенка. Как в самолете. Вначале маску на себя, потом на ребенка. То есть, условно говоря, самоизоляция и вакцинация. Вот, наверное, два соблюдения мер санитарной гигиены. Будем надеяться, что все-таки дети наши будут болеть меньше, меньше и меньше, как и взрослые. Благодарю вас за участие в программе. А с нашими зрителями мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова